Принцип Торы о принуждении общества к добру на фундаментальном уровне Противоположен культуре народов с ее демократией и подчинении воле большинства Главное божество, золотой телец этой культуры – демократия Перед демократией должен преклонить колено каждый нееврей Каждый язык должен клясться ее именем Демократия выдала карт-бланш на самые мерзкие грехи Для нее мир – собственность не Всевышнего, а смертного человека Бог создал мир ради абсолютного добра Мир святости, чистоты и истины Демократия же выдвинула лживый постулат Большинство может делать все, что захочет И объявила войну создателю и его указам Цитата «Разорвем их узы, сбросим с себя их оковы» Таилим 2.3 Она сделала этот мир вместилищем алчности, эгоизма и животных страстей Нормы поведения человека, государства и самого мира Стали определяться молчаливым большинством Сообразно его чувствам и представлениям При этом представления эти в основном сводятся к погоне за похотями и удовольствиями Тора не признает право демократии учреждать принципы, противоречащие Божьим заповедям Наши мудрецы учат этому на примере осады Иерусалима Санхиривом Царь Хискиягу и песец Шевна Начали спорить о том, нужно ли заключать мир То есть, по сути, сдаваться Санхириву Каков пример злого союза Такого, численность которого не имеет значения Шевна, который хотел сдаться Выступил во главе 130 тысяч Тогда как Хискиягу выступил во главе лишь 110 тысяч Когда Санхирив осадил Иерусалим Шевна написал записку и пустил ее со стрелой Шевна и его партия сдаются Хискиягу и его партия нет Хискиягу начал сомневаться, сказав Возможно, Бог благоволит большинству И раз они собираются сдаться, то и мы должны К нему пришел пророк и сказал Не относись как к союзу к тому, что этот народ называет союзом Ишаягу 8.12 Объединение Шевны было злым И такое объединение не принимается в расчет Санедрин 26 Алиф Раша комментирует Не думай, Хискиягу, что численность Шевны должна считаться большинством Конец цитаты Понятие большинства неприменимо к грешникам и любым выборным технологиям Целью которых является восстание против Бога и его заповедей Никакое большинство смертных людей не имеет права восстать против того, кто создал их всех Только самый последний глупец может одновременно верить в Бога откровенность истины Торы И при этом считать, что человек имеет право выбора следовать этой истине или нет Демократия предназначена для тех обществ и стран, которые лишены истины Поскольку в таких странах все партии лжи истинны Естественно, что ни одной лжи не дается предпочтение над другой Однако для нас Моше – истина, его Тора – истина, а все грешники – лжецы Мы не должны превращать царство Бога в анархию человека Именно для этого Бог приказал Моше назначить вождем Иошуа бин Нуна Моше сказал Будь сильным и мужественным, ибо ты придешь того с этим народом в землю Дворим 31, дробь 7, переводе Онкилоса Тогда Бог сам приказал Иошуа следующее Там же стих 23 Будь сильным и мужественным, ибо ты приведешь Тави детей Израиля в землю Конец цитаты Наши мудрецы комментируют Санедрин 8, алев Во-первых, сказано «ты придешь» и затем «ты приведешь» Раби Йоханан сказал Моше сказал Иошуа Ты и старейшины поколения с ними Раша комментирует Он поступал по их слову Бог сказал ему Возьми свой жезл и разбей их головы У поколения один лидер Не двое Конец цитаты Смотри главу «Еврейское правительство» В которой мы подробнее рассмотрим этот вопрос Бог создал добро и мир, который также полностью добр Затем Он дал точные определения добра и зла в еврейском законе В соответствии с которыми мы должны воевать со злом и злодеями до их полного истребления Законы добра и зла не менее конкретны, чем законы шабата и другие заповеди В них четко сказано Никакой терпимости к злу и сосуществованию с ним У нас должно быть четкое понимание Что добро и зло не могут существовать в одной вселенной, в одном мире Нам дана заповедь уничтожить зло в нашей среде Дворим 13.6 В конечном итоге и в нашем мире Часто иностранная культура согласна с божественной Торой в том Что определенные люди, народы и понятия являются злыми Однако носители этой культуры не понимают Что они, их дети и внуки Должны встать и искоренить из мира это зло Вместо этого они проповедуют любовь к грешникам Используя такие аргументы Они тоже были созданы по образу Бога Ненависть, отрицательное, злое качество само по себе Беспричинная любовь лучше, чем беспричинная ненависть Даже к врагам мы должны проявлять терпимость, любовь, братство, мир и дружбу Вот таким способом дерзкие гордецы восстают против Божьей истины Подавляющее большинство из них полностью отвергает божественность Торы И лишь иногда прибегает к выборочным цитатам из Торы Для обоснования своих идей, да и то с ужасными искажениями Эти невежды бесстыдно проповедуют любовь к нечестивым Что на деле означает нечестие и ненависть к добру Проповедуя доброту к нечестивым Они поощряют зло к праведным и невинным Горе невежде Иврит Бур Необразованному в Торе, лишенному знания Есть заповедь, что его невежество должно быть искоренено из мира В горе зернохранилищем Израиля полным невежества Брут Ивритское бар означает зерно Их невежество и грех не имеют пределов Искажая понятие зла, они оскорбляют Бога, поскольку искажают его качества Доброта, милосердие, любовь и так далее В своем невежестве они самым невероятным образом подстраивают слова наших мудрецов Под собственное толкование Торы Они призывают к милосердию и любви к врагам Израиля, жаждущим еврейской крови И в качестве доказательства цитируют Гелеля Один человек решил обратиться в иудаизм И поставил перед Гелелем условие, что он должен обучить его всей Торе Пока тот стоит на одной ноге На это Гелель ответил Шаббат, 31 Алиф Что ненавистно тебе, не делай своему ближнему В этом вся Тора Конец цитаты Эти глупцы цитируют мудрейшего из людей Царя Шломо Мишлей, 24, 17 Не радуйся, когда твой враг падает Они также цитируют из Мигела, 10 бет Ангелы-служители хотели воспеть славу Когда египтяне утонули в море Бог ответил Творения моих рук тонут в море А вы будете петь? Конец цитаты Снова и снова обманщики и невежды Прибегают к частичному цитированию То выпустив фрагмент, то исказив смысл цитаты Эти невежды, чужие уста, источающие мед Мишлей, 5, 3 Еще и берутся проповедовать Однако Божья Тора совершенна Поскольку исходит из уст совершенного Бога Его высказывания совершенны Лишены всяких примесей Как сказал царь Давид Таилим, 18, 31 Божьи пути совершенны Слово Господа испытанно Оно щит для всех, кто ищет в нем прибежища А также Слова Господа чисты, как серебро Испытанное в горниле земли Очищенное семь раз Там же 12, 7 Между тем обманщики превратили Очищенное серебро в шлак И утопили в нем простых евреев Как сказал царь Шломо Мишлей, 26, 23 Горящие уста и нечестивое сердце Словно глиняный черепок Покрытый неочищенным серебром Горе нам, ибо мы видим Страшное исполнение слов Ехескеля 22, 18 Дом Израиля стал Как неочищенный металл Конец цитаты Кто очистит нашу окалину Словно щелочью Бур Ешаягу 1, 25 Кто очистит невежду Бур От его шлаков Исполнив пророчество Удали примеси из серебра И появится сосуд у мастера Удали нечестивого от царя И его престол будет утвержден в праведности Мишлей, 25, 4, 5 Кто зажжет для нас свечу Авдалы Исполнив заповедь отделения скверны от святости Кто выделит чистую истину Из мусорной урны лжи Кто спасет Тору От искажений и подлога Это не что иное Как Милхемет Митсва Обязательная война О которой мудрецы говорили Сота 44 Бет Все идите на войну Даже жених Из своих брачных чертогов Именно о нашем времени говорится В Мишлей, 26, 5 Ответь глупцу по его глупости Чтобы он не стал мудрым в своих глазах Выслушаем же Божью заповедь Божью истину о зле и злодеях Вот что сказали наши мудрецы Ялкут Шимуни Таилим 47, 754 Пока зло правит миром Бог не сидит на своем престоле А когда Бог сядет на него Спасители появятся на горе Сион Он, чтобы судить гору Эсава И царство будет принадлежать Господу Авадия, стих 21 То, что миром управляют грешники Это вызов и угроза владычеству Бога Следовательно, мы обязаны избавить от них мир Что касается войны против врагов Израиля и Бога Мудрецы пишут Танхума Шуфтим, 15 Когда ты идешь на войну, чтобы сразиться со своими врагами Дворим, 20, 1 Что прибавляют слова со своими врагами Бог сказал Идешь сразиться со своими врагами Не жалей их, как они не жалели тебя Конец цитаты Мудрецы говорят Идите против них, как врагов Не как друзей Этих грешников никогда не заботило твое благополучие Так что и ты не должен беспокоиться об их благополучии Это этичный, философски обоснованный закон Бога В отношении к врагам нет места любви и прощению С другой стороны Если дать грешнику возможность захватить Израиль Он не проявит к нам милосердия Мудрецы говорят Ялкут Шимани, Дворим, 20, 923 Цитата из Эля, Дворим, Зута Когда ты идешь сразиться со своими врагами Если ты пожалеешь их, они пойдут сражаться с тобой Это как пастух, который наблюдал за своими овцами в лесу Он нашел волчонка и пожалел его, позволив ему кормиться у овец Его работодатель увидел это и сказал ему Убей его, не жалей его, а то несчастье постигнет стада Пастух не последовал его совету Когда волк вырос, он, увидев агнца или ягненка, убивал его Его работодатель тогда сказал Разве я не говорил тебе не жалеть его Муше сказал то же самое Израилю Если вы пожалеете их, тогда те, кому вы позволите остаться Станут как колючки в ваших глазах Мы не должны любить и прощать тех, кто восстал против Бога Согласно закону, если враг восстает против Израиля, то этим он восстает против Бога Михилта Бешалах Месехта Дешира 6 Цитата В величии твоей превознесенности ты сокрушил тех, кто восстает против тебя Шмот 15.7 С великим могуществом ты сокрушаешь всех, кто восстает против тебя А кто они? Те, кто восстает против твоих детей Ибо кто восстает против Израиля, восстает против Бога Конец цитаты Это проклятие адресовано всем, кто искажает Божьи качества Нет никаких сомнений, что Гилель дал нам великий принцип, когда сказал Что ненавист на тебе, не делай ближнему В этом вся Тора Однако при этом он добавил Остальное – комментарий Ступай и учись Шаббат 31 Алиф У принципа есть комментарий И только невежда, глупец или шарлатан Может проигнорировать этот факт И намеренно вырезать окончание фразы Гилеля Разве он говорит о неевреях, врагах еврейского народа? Должен ли еврей ставить себя в равные условия С проклятым, нечестивым неевреем Жаждущим его крови? Любой, кто хоть изредка открывает Талмуд Кто хоть раз читал Шас и Паским Понимает, насколько это смешно Любить своего врага? Кто он для нас ближний? Реа Следует читать не Реа, а Ра Зло Он злодей, грешник, враг Мы не обязаны проявлять к нему дружелюбие Напротив, наши мудрецы учат Бамидбар-раба 21.4 Враждуйте с мадианитянами Бамидбар 25.17 Почему? Потому что они враждуют с вами там же Следовательно, мудрецы объявляют Если кто-либо пришел убить тебя Убей его первым Мы должны не любить его, а убить Сколько же искажений Божьих качеств Увидели последние поколения Эллинисты осознанно исказили фразу Творение моих рук тонет в море Как будто мы должны угрюмо сдерживать радость При виде падения нашего врага Такое мышление стало неотъемлемой чертой Жертв иностранной культуры Эти невежды и обманщики Игнорируют конец этой фразы Именно то место, где предписывается Радоваться падению врага Источник начинается словами Мигела 10 бет Как и Господь возрадовался Проявляя к тебе благосклонность Так же Он возрадуется Нанося тебе ущерб Дворин 28.63 Радуется ли Бог падению грешника? Разве не говорится? Вторая летопись 20.21 Выйдя перед войском, они говорили Благодарите Господа, ибо Его милосердие Пребывает вечно И рабе Йоханан сказал Почему они не сказали Благодарите Господа, ибо Он благ? Это так, потому что Бог Не радуется падению нечестивого Затем Он сказал Что мы узнаем из фразы Одни не приблизились к другим всю ночь Шмот 14.20 В тот момент ангелы-служители Хотели воспеть Богу славу Когда египтяне утонули в море Бог ответил Творение моих рук тонет в море А вы будете петь Конец цитаты В Талмуде дальше говорится Раби Элазар сказал Бог не радуется, но дает радоваться другим Вот Дворим 28.63 Сказано Господь дает другим радоваться Ясис Но не будет радоваться Ясус Конечно, милосердный Отец и Создатель Всего живого, праведного и злого Не радуется, когда гибнут его злые дети Несмотря на свой грех Они по-прежнему принадлежат своему Творцу Какой Отец будет радоваться Глядя на смерть своего Сына Пусть даже этот Сын Самый злой на белом свете Однако это не мешает Богу Не мешкая убивать дело рук своих Как в случае с египтянами Он не поет, не радуется Он просто топит свои творения в море Да, он не радуется сам И не позволяет радоваться на небе Но другие еврейский народ Должны радоваться Фактически он даже требует Чтобы они пели от радости Мудрецы говорят Мехилта, Беашалах, Месехта, Девоехи, глава 2 Господь будет сражаться за тебя Шмот 14, дробь 14 То есть, совершит ли Бог Могущественные чудеса для тебя Пока ты просто стоишь и молчишь Спросил Израиль у Моше Что мы должны делать? И он ответил Восхваляйте и превозносите Пойте славословия, хвалу и величие Владыки всех войн Как сказано Да будет в их устах Высокая хвала Богу Таилим 146, дробь 6 Тогда Израиль открыл уста И начал петь Богу славословия Конец цитаты Вот другой источник Что означает выражение Игайон Села Таилим 9, дробь 17 Израиль сказал Что еще мы можем делать Кроме как петь Богу славословия Как сказано Тогда Моше запел Шмот 15, дробь 1 Шмот раба 23, дробь 9 В той ситуации Моше и дети Израиля Пели Богу песню хвалы Бог сначала утопил египтян Хотя они и были творениями его рук А затем потребовал радоваться об этом Израиль должен был благодарить И прославлять Бога За уничтожение зла Фараон и злые египтяне Восстали против Бога И его помазанника Израиля Цари земли встали Правители советуются Вместе против Господа И против его помазанника Таилим 2, дробь 2 Тот же фараон И тот же Египет сказали Шмот 5, дробь 2 Кто такой Господь Что я должен послушать Его голос И отпустить Израиль Я не знаю Господа И не отпущу Израиль Конец цитаты Фараон поднял бунт Против своего Создателя Высокомерно хуля Имя Бога Вот почему Бог Сказал Моше Египтяне узнают Что я Господь Когда я Прострю Руку над Египтом И выведу детей Израиля Из него Шмот 7, дробь 5 Даже после Исхода И десяти казней Бог продолжает И дальше Карать египтян Он сказал Моше Шмот 14, дробь 4 Я ожесточу Сердце фараона И он погонится За ними И я Прославлюсь Через фараона И все Его воинство И египтяне Узнают Что я Господь Конец цитаты Когда Бог Утопил Творение Рук своих Он не пел Сам Но приказал Петь Израилю Петь Об освящении Его имени Оскверненного Надменными Высокомерными Египтянами Как сказано В Михилта Бешалош Месех Тадешира 2 Я буду петь Господу Ибо он Высоко Превознесен Шмот 15, дробь 1 Он Превознесен Выше Чем все Другие Кандидаты На превознесение Ибо он Наносит Удар Народам Вместе Их Самой Большой Гордыни Конец цитаты В другом месте Мы читаем Там же Месех Тадевайехи 1 Я Прославлюсь Через Фараона Этот стих Учит Что Когда Бог Наказывает Народы Его Имя Превозносится В мире Египтяне Узнают Что Я Господь До Этого Они Не Знали Его Но Теперь Они Узнают Конец Цитаты Из-за Их Высокомерия И Нечестия Бог Утопил Творение Рук Своих В море И Приказал Израилю Петь Хвалу И Благодарность Богу Чтобы Оповестить Мир Что Господь Будет Править Всегда Навсегда Шмот 15 Дробь 8 Прощение И Любовь К Врагу Милосердие И Скорбь По Его Смерти Вот Что Мы Читаем В Медраж Авхир Цитируется Под Тураж Лемо Шмот 14 31 Письмо 210 Израиль Увидел Великое Дело Шмот 14 Дробь 31 Когда Бог Пожалел Утопить Египет Уза Ангел Покровитель Египта Встал Перед Богом И Сказал Владыка Вселенной Тебя Зовут Праведным И Честным Почему Ты Хочешь Утопить Египтян Тогда Тогда Поднялся Гавриил Взял Глиняный Кирпич И Встал Перед Богом Говоря Владыка Вселенной Проявишь Ли ты Милосердие К тем Кто Так Жестоко Порабощал Твоих Детей Этими Глиняными Кирпичами Бог Немедленно Отказался От Милосердия Осудив Их Сурово И Утопив Их В море Конец Цитаты Скорбь О смерти Злых О врагах Израиля Вот Что Сказано В Медрош Таилим Мезмор 22 Что Евреи Сделали С Египтянами Каждый Еврей Взял Свою Собаку И Поместил Ее Лапу На Шею Мертвого Египтянина Сказав Ешь Руку Пропотившую Меня Ешь Кишки Которые Не Жалели Меня Конец Цитаты Наказание Нечестивых Египтян Увенчало Бога Царем Царей И Осветило Его Имя Которое Было Осквернено Богохульством Народов В Песне Израиля Выражено Освящение Божьего Имени И Царства Наши Мудрецы Говорят Шмот Раба 23 Дробь 1 Тогда Аз Моше Начал Петь Шмот 15 Дробь 1 Именно Об этом Случае Говорится Во фразе Твой Престол Утвержден С давних Времен Ты С вечных Времен Таилин 93 Дробь 2 Хотя Бог С вечных Времен Его Престол Не был Утвержден И он Не был Известен В своем Мире Пока Его Дети Не стали Петь Ему Хвалу Бог Стоял В море И мы Пели Ему Хвалу И только Тогда Его Царство Было Установлено И его Трон Утвержден Конец Цитаты В Елкут Шимани Таилин 93 847 Сказано Твой Престол Утвержден С давних Времен Это Одна Из Шести Вещей Которые Бог Соблаговолил Создать Перед Тем Как Сотворил Мир Другими Словами Бог Решил Создать Мир Чтобы Восседать На Своем Престоле Как Царь И Когда Он Мстит Нечестивым Как Тогда Когда Моше Пел Его Престол Утверждается Однако Есть Еще Кое Что Наши Мудрецы Учат Что Бог Действительно Радуется Уничтожению Нечестивых Цитата Вот Я Поставил Тебя Надзирать За Моими Подношениями Бемидбар 18 Дробь 8 Раби Ишмаэль Сказал Вот Радостно Я Желая Того Его Ученики Спросили Его Учитель Должны ли мы Понимать Фразу Вот Я Навел Потоп На Землю Берешит 6 Дробь 17 Как То Что Бог Возрадовался Раби Ишмаэль Ответил Бог Радуется Когда Те Кто Сердит Его Уничтожены Когда Праведники Процветают Город Радуется И Когда Нечестивые Погибают Веселье Мишлей 11 Дробь 10 Ты Сломал Зуб Нечестивых Спасение Принадлежит Господу Твое Благословение На Народе Ты Лим 3 Дробь 8 9 Господь Царь Навсегда И Вовек Народы Гибнут От Его Руки Там же 10 Дробь 16 Да Истребятся Грешники Земли И Да Не Будет Больше Нечестивого Благослови Господа О Моя Душа Прославляй Господа Там же 104 Дробь 35 Сифри Корах 117 Но что можно сказать о высказывании царя Шлумо столь любимого эллинистами Мишлей 24 Дробь 17 Не радуйся когда твой враг падает Например вот как наши мудрецы описывают случай когда Аману пришлось помочь Мардыхаю взобраться на царскую лошадь Аман сказал Мардыхаю оседлай лошадь но Мардыхай ответил Я не могу ибо я слаб со дней поста Аман согнулся и Мардыхай залез на его спину и оседлал лошадь по пути пнув его Аман тогда спросил Разве ваше писание не учит не радуйся когда твой враг падает Мардыхай ответил Это применяется к евреям а о неевреях сказано так Дворим 33 дробь 29 Вы будете топтать их высоты Магила 16 Алиф Призыв не радоваться падению врага относится не к нееврею врагу Израиля а скорее к еврею который стал врагом другому еврею Позже я объясню как один еврей может стать врагом другому Искоренять зло и грешников это заповедь на все времена Что касается заповеди ненавидеть зло наши мудрецы сказали так Танхума Пинхас 1 Поскольку он был ревностен к своему Богу он совершил искупление за детей Израиля Бемидбар 25 дробь Принес ли Пинхас приношение которое связывалось с искуплением нет но когда кто-то проливает кровь нечестивого считается что он принес искупление конец цитаты они они также говорят пока живут злые они сердят Бога когда они умирают они перестают сердить Его Берешит Раба 9 дробь 5 в другом месте говорится смерть грешников полезна для них и полезна для мира смерть праведников плоха для них и плоха для мира Санедрин 71 Бет те кто оспаривает этот аспект Божьей природы кто предлагает собственное определение добра и зла или вообще отказывается от всяких определений потому что считает задачу слишком сложной такие люди оспаривают Божьи качества основанные на добре и зле это ненависть и любовь жестокость и милосердие прощение и месть равенство и расслоение терпимость и принуждение к истине война и мир демократия и царство небесное Авраам будучи добрейшим человеком не стал прислушиваться к совету Сары Берешит 21 дробь 10 выгони эту рабыню и ее сына ибо сын этой рабыни не должен стать наследником с моим сыном Ицхаком праведная Сара не просто проявила жестокость нет она поняла что Ишмаэль был от природы злым и что он мог испортить Ицхака особенно если признать его первородство Ишмаэль был рожден с луком в руке и умножился с помощью лука однажды он увидел Ицхака сидящего в одиночестве и пустил в него стрелу чтобы убить его Сара увидела это и сказала Аврааму Ишмаэль сделал то и это Ицхаку встань и завещай Ицхаку все что Бог поклялся дать тебе и твоему семени ради моей жизни сын этой рабыни не станет наследником с моим сыном Ицхаком Беркей де Раби Элеезер глава 30 Более того в Берешит Раба 53.11 мы читаем Раби Акива объяснил Сара увидела как сын Агарии египтянки развлекается Мицахек Берешит 21.9 Мицахек может относиться только к сексуальному греху Раби Ишмаэль сказал это может относиться только к идолопоклонству Раби Элеезер Бен Йоси Хагели сказал это может относиться только к убийству конец цитаты Сара поняла что владея первородством этот грешник сразу начал бы претендовать на наследство Авраама и потребовало от мужа изгнать его сразу же после этого мы читаем это было очень печально для Авраама в отношении его сына Берешит 21.11 наши мудрецы комментируют Берешит Раба там же 12 об этом сказано в стихе он закрывает глаза чтобы не смотреть на зло Ишаяу 33.15 другими словами Авраам из милосердия и доброты не хотел смотреть на зло которое делает Ишмаэль ведь это был его сын поэтому Бог приказал ему пусть это не будет печально в твоих глазах относительно отрока Берешит 21.12 Милосердие к жестоким это не хорошее качество напротив человек обязан отделиться от грешника даже если это сложно или кажется жестоким жестокий нечестивый человек повлияет на добро и осквернит его не может быть сосуществования между злыми и правыми людьми только разделение заповедь истребить зло из нашей среды требует ненавидеть его как сказано в вышеприведенном Таилим 97 дробь 10 любящие Господа ненавидят зло если человек любит Господа он обязан ненавидеть грех и грешников потому что они враги Бога тем не менее в иностранной эллинистической культуре мотивы любви и ненависти настолько исказились что преступлением стало считаться даже упоминание ненависти как галахического долга при условии что она проявляется в правильное время и в правильном месте ложная любовь найдет сотни способов проигнорировать зло поборники этой культуры превратили жестокость и месть в неприемлемую форму зла которой нужно избегать это не путь Торы Бог создал не только вселенную но также и качество этику и ценности Он создал и определил эти качества назначив для каждого из них свое время место и цель Царь Шломо сказал Коэлит 31 дробь 1-8 Всему свое время и свой срок всякой вещи под небесами Время рождаться и время умирать Время насаждать и время вырывать насаженное Время убивать и время исцелять Время взламывать и время строить Время плакать и время смеяться Время скорбеть и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время удаляться от объятий, время искать и время терять, время хранить и время бросать, время разрывать и время сшивать, время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть Время войне и время миру Смотри мои комментарии в главе «Война и мир» Для всего есть свое назначенное время Для каждого качества и ценности есть свое время Бог создал их и назначил для каждого из них свое предназначение, место и время Есть время любить, но есть и время ненавидеть Если человек не способен ненавидеть того, кого Бог требует ненавидеть То он грешник и еретик и обрекает мир на гибель В конце концов, если человек не умеет правильно ненавидеть То он не умеет и правильно любить Если человек не готов к Божьей войне в правильном месте и в правильное время Он грешник и еретик точно так же, как и тот, кто не готов к миру Бог, создавший мир, понимает разум своих животных Мишлей 12.10 Во всех подробностях Тот, кто исследует внутренний мир человека Знает, что есть место для милосердия, любви, доброты и прощения Но точно так же есть и необходимость в «жестокости» в кавычках В войне, ненависти, убийстве, истреблении нечестия и зла На что готов пойти человек, чтобы защитить свое жилище, семью и друзей от врагов Спасти мир от угрозы, расстроить планы грешников Что человек готов предпринять против самих грешников Именно об этом подумал Бог, милосердный Отец Вселенной Когда взглянул вниз и увидел, что грешники угрожают его праведникам Дорогим его сердцу, неповинным ни в каком зле Он понял, что будет непростительным грехом Жалеть тех, о ком сказано От нечестивых исходит нечестие Первая книга Шмуэля 24, дробь 13 Таким образом содействуя жестокости в отношении праведников и невинных Кто проявляет жалость к грешнику, позволяя ему угнетать праведников Вовсе не милосерден, но жесток Любой, кто не способен ненавидеть зло и грешников, никогда не сможет любить праведников Смерть нечестивого несоизмеримо предпочтительнее смерти праведника И искоренение зла несоизмеримо лучше, чем искоренение добра Удаляя зло и грешников, Бог проявляет доброту не только к праведным и невинным, но и к самому грешнику Удаляя грешников из мира, Бог проявляет к ним милосердие Поскольку не дает им продолжать творить зло и умножать свои грехи Этим Бог делает им ценный подарок Поскольку облегчает их наказание в последующей жизни Именно так произошло с Ханохом, о котором сказано Ханох ходил с Богом и перестал, потому что Бог взял его Берешит 5.24 Медраж комментирует Берешит Раба 25.1 Ханох был лицемером, иногда праведным, иногда злым Бог сказал, я удалю его, пока он все еще праведен Конец цитаты Вот истинное значение выше приведенного высказывания наших мудрецов Смерть грешников полезна для них и полезна для мира Она полезна для мира, потому что грешники больше не вредят ему И она полезна для грешников, потому что Бог спасает их от них самих Другое противоречие между Божьей Торой и эллинистами состоит в том, что последние отвергают понятия неба и небесного воздаяния Истинная жизнь человека небесная, тогда как земная жизнь временна и лишь служит испытанием и подготовкой к переходу в мир истины А вот 4.16 Этот мир, как преддверие перед будущим миром Приготовьтесь в преддверии, чтобы вы смогли войти в зал пиршества Конец цитаты Мудрецы также учат Там же 4.22 Тем, кто рожден, предназначено умереть Тем, кто мертв, предназначено вернуться к жизни снова И живущим предназначено быть судимыми Вы должны знать, провозглашать и быть уверенными в том, что Он есть Бог Он создатель, творец, распознающий, судья, свидетель, истец Он тот, кто будет судить Да благословится тот, в чьей сущности нет ни проступков, ни забывчивости, ни предвзятости, ни взяточничества Знай, что подведение итогов решает все И пусть твое воображение не убеждает тебя, что могила – убежище для тебя Не по своей воле ты создан, не по своей воле рожден Не по своей воле ты живешь, не по своей воле ты умрешь И не по своей воле ты должен будешь дать строгий отчет перед Верховным Царем Царей Святым да благословится Он Конец цитаты Тот, кто верит в Божью Тору и принимает ярмо его качеств и заповедей Понимает скоротечность и незначительность этого мира Равно как и вечность и бесконечность будущего мира, вечного дома души Он также понимает, что истребление зла идет ему на пользу Поскольку не позволяет продолжать грешить Он также понимает, что истребление зла идет ему на пользу Поскольку не позволяет продолжать грешить И немедленная смерть отличается от смерти естественной Согласно отпущенному ему сроку Не более чем на толщину волоса На все есть свое время Время для милосердия и время для жестокости В согласии с Божьими заповедями Тот, кто умеет подражать Божьим качествам Привносит в мир и добро, и доброту Именно об этом говорит Мишна Брахот 54, Алиф Люби Господа твоего Бога всем сердцем Дворим 6, дробь 5 Двумя твоими позывами Добрым и злым Конец цитаты Святые уста раби Ионы Там же изрекли следующие божественные слова Можно было бы сказать Что хороший позыв нужен для таких качеств Как милосердие И что злой позыв был создан для жестокости Но когда человек не проявляет к грешникам жалости И жесток с ними Он выполняет великую заповедь Служа Богу своим злым позывам Конец цитаты Как велики слова раби Ионы Как далеки они От сегодняшней иностранной культуры Бог установил время и место Для любви и ненависти И в правильное время В правильном месте Каждая из них Является долгом и заповедью В Торе никогда не было и никогда не будет Место для понятий Беспричинная любовь и беспричинная ненависть Среди божьих качеств вообще нет Беспричинных В кавычках Для всех типов поведения Есть своя ясная причина И любовь и ненависть не исключение В свое время и в своем месте Мы должны проявлять эти качества В согласии с заповедями И ни в коем случае Не дай Бог Не перепутывать их местами Мы не должны быть Ни слишком благочестивыми Ни слишком нечестивыми Мы уже увидели Как сильно согрешил царь Шауль Шауль был великим мудрецом Торы И начальником Цанедрина Однако своей чрезмерной праведностью И милосердием Он неосознанно оспорил качество Бога Чем чуть было не навлек гибель на Израиль Наши мудрецы так объясняют фразу Шауль залег у потока Первая книга Шмуэля 15.5 Он был занят обрядом Который совершал у потока То есть тот, что совершается После нераскрытого преступления Смотри Дворим 21.4 Когда Бог сказал Шаулю Иди и порази Амалека Шауль ответил Если Тора требует отчета За одно нераскрытое убийство То насколько же больше Мы должны будем ответить За все эти жизни Возможно люди согрешили Но разве животные тоже Возможно взрослые согрешили Но разве дети тоже Раздался небесный голос Ответив ему Не будь чрезмерно благочестивым Коэлет 7.16 Йома 22. Бет Наши мудрецы добавляют Не будь более благочестивым Чем твой Создатель Коэлет Раба 7.16 Мы читаем Хорошо, если ты будешь держаться одного И не отпускать другого Ибо тот, кто боится Бога Выпустит их всех Коэлет 7.18 Раши комментирует Держись как справедливости Так и нечестия Если праведный пророк Скажет тебе сделать что-то Что кажется тебе нечестивым Как то, что Шмуэль сказал Шаулю Не оспаривай это Конец цитаты Раши так же говорит Там же Тот, кто боится Бога Выпустит их всех Законно исполнит Как справедливость в кавычках Так и то, что кажется Нечестием в кавычках Возможно здесь содержится намек На первую книгу Шмуэля 14.47.48 Шауль овладел царством Израиля И сразился со всеми его врагами Со всех сторон С Муавом С детьми Амона С Эдомом С царями Совы И с филистимленами И везде, куда бы он ни обратился Он действовал нечестиво Яршиа Он действовал отважно И разбил Амаликитян И избавил Израиль Из рук тех, кто грабил их Конец цитаты Фраза Куда бы он ни обратился Он действовал нечестиво Была записана специально Чтобы преподать нам Важный нравственный урок Здесь использовано слово Яршиа Означающее уничтожить Истребить Или объявить виновным Придя к власти Шауль принял на себя Ярмо неба и заповеди Следовательно Он также Воспринял качество Нечестия Против всех народов Включая Амалека Обращаясь Нечестиво В кавычках Со злыми Он крепко держался Этих качеств Бога Что дало ему Возможность Избавить Израиль От рук тех Кто грабил их Яршиа Также может Означать Успех Мы читаем О царе Давиде Давид вышел Куда бы Шауль Не посылал его Он имел Успех Яскил Первая книга Шмуэля 18.5 Таргум Ионатан В первой Шмуэля 14.47 Писание Говорит Что Шауль Тоже имел Успех Однако В данном Случае Использовано Слово Яршиа А не Яскил Чтобы показать Что успех Шауля Был следствием Его готовности Поступать С грешниками Нечестиво И жестоко В правильное Время И в правильном Месте В согласии С заповедью Бога Но затем Шауль Отказался Принять Ярмо Неба Он отвернулся От Бога И начал Оспаривать Его качества Делая Себя Благочестивее Своего Создателя Вспомним К чему Привело Ложное Благочестие Шауля Из-за Его Сочувствия Кагагу Появился Злобный Аман Который Почти Уничтожил Еврейский Народ Как я Уже Отмечал Этот Урок Нам Преподают Наши Мудрецы Мигела 11 Алиф Раби Леви Начал Своё Вступление К чтению Мигелы Следующим Стихом Если Ты Не Изгонишь Жителей Земли Бемидбар 33 Дробь 55 Араши Комментирует Его Так Они Также Были Наказаны За то Что Шауль Пожалел Амалека Конец Цитаты Более Того Если Человек Сбрасывает Ярмо Неба Поступая Слишком Милосердно Это Делает Его Жестоким Как Говорят Наши Мудрецы Коэлит Раба 7 Дробь 16 Тот Кто Проявляет Милосердие К Жестоким В Конечном Итоге Станет Жестоким К Милосердным Мудрейший Из людей Сказал Он Сделал Все Прекрасным В свое Время И Поместил Мир В их Сердце Не Оставив Ничто Из Своих Трудов Не Обнаруженным От Начала До Конца Коэлит 3 Дробь 11 В Мецудат Давид Дается Прекрасное Объяснение Все Что Бог Образовал В своем Мире Прекрасно При условии Что мы Пользуемся Этим В надлежащее Время И никак Иначе Конец Цитаты Если Человек Не придерживается Божьих Качеств В надлежащее Время Он Не Откроет Божьи Труды От начала До конца Другими Словами Творение Устроено С огромной Мудростью И точностью Понять Которое Смертный Человек Не в Состоянии Как Сказал Царь Давид Таилим 139 Дробь 6 Это Знание Слишком Прекрасно Для Меня Слишком Высоко Я Не могу Постигнуть Его Конец Цитаты Тот Кто пытается Изменить Или заменить Те или иные Черты Этого Сложного Мира Неизбежно Разрушит Их Так что Его Воображаемое Милосердие Обернется Жестокостью Царь Шломо Сказал Мишлей 20 Дробь 24 Пути Человека Принадлежат Господу Как Человеку Понять Свои Пути Конец Цитаты Как Человек Не может Понять Возвышенные Пути Бога Так же Он Не может Понять И Его Жестокие Пути Если Высокомерный Человек Сбрасывает Ярмо Бога И принимает Собственные Взгляды На поведение И нравственность Насмешливо Отвергает Божий Подход К этим Вопросам Искажает Или Подделывает Их Во всех Этих Случаях Он Совершает Непростительный Грех Наши Мудрецы Именно Из этих Соображений Сказали Следующие Слова Брахот 33 Алев Велико Знание Бога Поскольку Оно Дано Между Двумя Именами Бога Бог Знания Господь 1 Шмуэля 2 3 Если У человека Нет Знания О Боге Запрещено Проявлять К Нему Милосердие Конец Цитаты Речь Здесь Идет О том Что Законно Только Божье Восприятие Действительности Только Через Него Измеряются Все Дела Там же Если Кому-то Не хватает Знания О Боге Оказывать Ему Милосердие Запрещено Своим Искаженным Взглядом На нравственность Такой Человек Будет Способствовать Увеличению Жестокости В мире Теперь Дорогой Друг Давайте Поразмышляем О таких Божьих Качествах Как Доброта И Милосердие А так же Производных От них Согласно Своему Времени И Месту Продолжение следует